Привет, народ! Снова новый видос. И в начале, как у нас уже принято, знаете, как говорится, по накатанной, я вам коротко скажу, какие игры сейчас доступны опять по обратной совместимости на Xbox One. Так вот, на этой неделе, только во вторник, анонсировал этот чувачок, как его зовут, Larry Hub, я не знаю, как его зовут, анонсировал, что теперь по обратной совместимости поддерживается игруха... Как же она называется-то? Я забыл-то, а? Ой, забыл. А, Ant War от Том Кленси. Это такая стратегия, у меня ее, к сожалению, нету, так как вы знаете, у меня стратегий мало. И также он анонсировал, что теперь поддерживается Том Кленси's Hoax. Или, как говорят нормальные смертные Havx. Так вот, этот самый Havx, он не может не радовать, реально. Потому что, смотрите, это получается, что на Xbox One это сейчас первая, в принципе, единственная игра на тематику самолета, на тематику какой-то непонятный такой военный чуть ли не симулятор. Так вот, это просто круто, реально. Очень-очень круто. Просто я задаюсь вопросом, почему Microsoft не сделали сразу вторую часть, знаете, Hoax первый, а еще есть Hoax второй. Они взяли нам сначала первую показали, не показали, а выставили. Я надеюсь, в скором времени подойдет та же вторая часть. Ну, потому что первая, вторая было бы круто, чем только одна. Но окей. Так что, это такой военный... Ну, симулятор это громко, конечно, сказано. Это нифига не симулятор. Это, типа, знаете, есть игры типа Ace Combat, где на красивых самолетах, они, кстати, тут настоящие, по-моему, если мне не изменяет память. Так вот, вы летаете, убиваете. И, что самое интересное, игруха поддерживает также кооператив по онлайну. Классно. Я прям рад. Молодцы. Также на прошлой неделе анонсировали Microsoft и дали нам по обратной совместимости Just Cause. И, ну, ребята, вы знаете, что такое Just Cause, правильно? Потому что вторая часть уже есть, третья, и сейчас уже в декабре выходит четвертая часть для Xbox One и PS4, по-моему, и для ПК. Конечно, для ПК тоже выходит. И самое, что классно, блин, обалденная игруха идет. Никак не сравнится с тем, что мы видели на Xbox 360. И еще очень прискорбно, что я игру прошел где-то год назад на Xbox 360, потому что мне охота было пройти вторую и третью часть, но я не мог просто так взять и вторую и третью проходить. Я обязательно хотел пройти еще первую часть. И с первых минут меня игруха так заманила, что я не смог выключить. Ребята, представьте себе, это 2000, я не помню, 2006 год, по-моему, игруха вышла, тогда еще не было таких open world, богатых, как мы сейчас видим, как мы привыкли видеть от Ubisoft вот эти Far Cry и все такое, Assassin's Creed. Так вот, вот здесь вот обалденный open world, который тебя не заставляет в каждый угол забежать и там поднять там перо или поднять там сундук или еще что-нибудь. Здесь есть collectibles, но их по всей игре 13 штук. Это такие сундучки специальные, представляете, 13 штук, я их, конечно же, все собрал. И очень интересно играть в игру. Collectibles, вы как бы не так, что вы знаете, как во всех играх, например, как Assassin's Creed или что вы проходите игру и потом начинаете collectibles поднимать. Нет, здесь вы можете по мере прохождения игры также поднимать collectibles. И это круто, это просто классно. Очень-очень жалко, что от этого, так сказать, сеттинга Open World ушел так далеко, что сейчас не 13 сундуков, а 13 сотен сундуков, которые тебе нужно подобрать, и они спрятаны везде, чтобы ты, если хочешь ачивку за все сундуки, например, ты должен всю карту обижать. Это немножко напрягает меня в нынешнее время. А вот здесь вот обалденная графика, что самое классное, мне понравилось, ну, для того времени, конечно же, офигенная графика, что самое большее мне понравилось, здесь очень-очень короткие экраны загрузки, так как на Xbox 360 они были долгие, и был тиринг, особенно, когда человек летел здесь на вертолете. Здесь также можно всякие передвижные средства использовать, там, катера, пароходы, там, я не знаю, что хотите, и также самолеты. И вот, когда на вертолете или самолете ты летишь, поворачиваешь камеру влево-вправо, был тиринг, потому что Xbox 360 в то время уже не справлялась с таким потоком данных, знаете, здесь это все элиминировано просто. Никакого тиринга, загрузки молниеносные, классно. Вот этот самый Рико Родригес. Конечно, для людей молодого возраста, если они сейчас после, допустим, после третьей JustCost включат вот эту часть, они подумают, что это такое. Ну, я не знаю, мне понравилось. также на прошлой неделе Microsoft анонсировали две, просто можно сказать, мастхевы для Xbox 360, в принципе, как и для PlayStation Drive, мастхев, что теперь поддерживается по обратной совместимости у нас Castlevania, что первая, что вторая. И, мало того, Castlevania, еще у меня, как вы видите, Castlevania Collection специальная, здесь и содержится еще Castlevania Mirror of Fate HD. Так вот, она тоже поддерживается. И я прям был на седьмом небе, когда я увидел надпись, анонс от Microsoft, что, друзья, берите теперь свои игры, вставляйте в Xbox One и скачивайте игры по обратной совместимости. Игрушки идут, я уже, конечно, заинсталлировал, идут просто мое почтение. Обалденно. Ну, там никаких нареканий. Особенно для людей, которым, знаете, в нынешнее время графика стоит не на первом месте, а на первом месте стоит геймплей, experience, вот этот весь, то люди, которым, повторюсь, опять же, графика не на первом месте, они здесь найдут свое, так сказать, свой интерес. Так что, самое что прискорбно, первую часть, по крайней мере, у нас и в Америке, то есть, Палрегион и Америка, не знаю, как обстоят дела с Россией, но похоже, точно так же, как и с Америкой, ее нельзя скачать через Xbox Store. То есть, вам нужно обязательно иметь игру на физическом носителе. Я не знаю, почему так, но это уже не первый раз. Уже был такой прикол, и все люди, когда анонс американцы услышали, все были, опять же, прыгали там, танцевали отчасти, но когда они узнали, что Castlevania, не Castlevania, а Castlevania, поддерживается только с оригинального диска, ну, народ немножко не предоумел, знаете, они так сказали, ну, е-мое, Microsoft, что такое, почему вы так сделали? Ну, да ладно, лучше так, чем вообще никак. Вторая часть, она, вы ее можете скачать с Xbox Store, но прикол в том, что вот эта игра стоит 40 евро, пиццу с вайзой, или как бы, или 40 долларов, и это, блин, это уй-ой-ой, например, Jasko стоит 10 евро, Hoax, Hoax, кстати, я тоже в интернете не нашел, вот эти самолеты, по-моему, здесь тоже нужно иметь оригинал, не знаю, ну, про это я не знаю, а вот это, вот здесь так, это оригинал только иметь, это можете купить в Story, классно, я просто вообще, я рад, что делает Microsoft, это просто, ну, классно, надеюсь, сейчас, вот как вы знаете, будет Xbox Experience 2018 года в Мексике, это будет пятница, по-моему, пятница, суббота, воскресенье, может быть, даже суббота, они опять готовят какие-то сюрпризы, про обратную совместимость, мы не слышали, ни слова, но я надеюсь, искренне надеюсь, что нам завезут опять парочку игр для Xbox Original, как вы помните, на прошлом, через полгода назад, по-моему, Xbox Experience или Inside Xbox называлась программа Livestream у Microsoft, они нам анонсировали 13 игр от Xbox, от Original, это было классно, и с того времени опять тишина, они только Xbox 360 почти каждую неделю нам дают, дают, а Xbox Original нет, так что я надеюсь, может это изменится, так что это у нас было как бы пополнение для обратной совместимости, повторюсь, я показываю это для тех, знаете, для, может быть, кто-то, не знаю, так сказать, в танке, и не знает, что происходит снаружи, а может быть, кто-то не интересуется, но с удовольствием играет в обратную совместимость, например, люди, честно вам скажу, у меня, я не знаю, может кто-то из вас в комментариях меня не поймет, может кто-то даже назовет каким-нибудь, отморозком каким-нибудь, у меня лежит Red Dead Redemption 2, самая эпохальная игруха, которую только мир видел, да, у меня лежит Assassin's Creed Odyssey, ребята, я их даже не включал, я их заинстеллировал, и все, я сижу и играю в Xbox 360 игры, я не знаю, как это называть, честно, не знаю, меня прикалывают вот эти игры с Xbox 360, Xbox 360 это была в прошлом поколении моя любимейшая консоль, у меня также была PS3, но вся мультиплатформа была на боксе, и 95% времени на прошлом поколении консоли я играл именно на Xbox, и с ним у меня связано, в принципе, если вот так вот подумать, даже больше теперь воспоминаний, чем с PlayStation 2, PlayStation 2, как вы знаете, это вообще лучшая приставка всех времен, народов, и она также у меня стоит на первом месте, но вы знаете, сейчас Xbox 360, как я посмотрю, и как я могу сам себя судить, заняло очень-очень громадное такое место в моей жизни, я не знаю почему. Окей. Так, и у нас есть еще вот такие вот две посылочки маленькие, в принципе, айтемов у нас сегодня немного, только вот эти, кстати, как вы знаете, я сейчас, когда делаю видео, я сразу же, перед тем, как их выставить на YouTube, я подписываю в заголовки, пытаюсь подписать так, чтобы люди, которые видят новые видео, чтобы сразу видели название игр, или там, что там, фильмы есть, чтобы просто банально не терять ваше, не тратить ваше драгоценное время, потому что есть люди, я прекрасно понимаю, я и сам такой, когда я смотрю видео, мне, например, не интересно смотреть видео про Minecraft, например, если распаковка, сама распаковка мне нравится, игр, но мне не нравится, например, Minecraft, если, например, который распаковывает игры, в заголовке пишет Minecraft, то я, конечно же, на него не клацаю, потому что, ну, зачем мне это смотреть, оно мне не интересно, если только мне действительно охота узнать мнение человека, которого я смотрю, так что сейчас уже где-то последние три или пять видео, я не помню, я пытаюсь в заголовке подписать, какие вас игры ждут, я не делаю из этого никакого секрета, понимаете, потому что, опять же, повторюсь, не хочу тратить ваше время, и, кстати, народ, о вашем времени, ё-моё, я вообще, знаете, когда канал делал, я его делал чисто под свои прохождения игр, как вы знаете, самое первое видео на моем канале, это было прохождение Sega Mega Drive, шедевра, по моему мнению, Судья Дредд, потом последовал Zero Tolerance и все такое, да, и, я не знаю, как-то стал потом выставлять какие-то анбоксинги, какие-то распаковки потом, и вы знаете, что хочу сказать, что хочу отметить, я никогда не смотрел на моих число абонентов, серьезно, это меня никогда не интересовало, не то, что не волновало, но не интересовало, потому что, повторюсь, YouTube, это чисто мое хобби, я здесь ничего не пытаюсь достичь, никаких высот, потому что мне этого, слава богу, не надо, и тут как-то я посмотрел на число абонентов, и ребята, там стоит 1700, я не знаю, то ли YouTube с ума сошел, то ли что, даже, по-моему, даже больше 1700 чем-то, и я помню, когда у меня было, по-моему, 500 или 600 абонентов, я думал, уже панику гнал, не знал, что делать, а сейчас, я просто в шоке, ребята, конечно, мне это, мне это очень приятно, но, народ, не тратьте свое драгоценное время, у меня, зачем оно вам надо, берите, как говорится, ноги в руки, и текайте отсюда, кроме таких вот моих деревянных видео, распаковочек, игр, вы на моем канале больше ничего не увидите, так что мне реально, опять же, а очень, очень, как бы, жалко ваше драгоценное время, ребята, серьезно, но, повторюсь, очень приятно, спасибо большое, кто подписывается, кто это, но, опять же, знаете, это такой парадокс, чем больше людей на моем канале, например, вот, если я до 2000 дойду каким-то образом, то на меня это будет очень большой пресса, знаете, я не знаю, как это по-русски сказать, то есть, на меня будет такое давление сверху, мне нужно будет делать какое-то видео, хочу я этого или не хочу, чтобы поддержать моих абонентов, как бы сказать, чтобы у них был контент, и вот это мне не сильно нравится, понимаете, я сам по себе люблю свободу, я люблю сам делать, что я хочу, например, я, как вы знаете, я в последнее время научился, так сказать, записывать видео с Xbox One, и я сейчас прохожу игры от Xbox 360, и параллельно я записываю контент и выставляю на YouTube, в принципе, это мое хобби было еще, даже когда у меня, повторюсь, Sega Mega Drive была, я записывал игры на видеокассету и раздавал их в школе, не знаю, это мое хобби, и как-то несколько людей, как сказать, не нападая на меня, но сказали, а что это у тебя за контент, пошел, и мне пришлось им сказать, люди, дорогие мои товарищи, вы посмотрите, мой канал был созданный для такого контента, а вот эти все распаковочки, это все сайт, сайт квесты, можно так сказать, понимаете, это все спин-оффы, это не контент моего канала, они сказали, а, окей, все понятно, все нормально, просто, это опять же, я решил в это видео внести, чтобы не было никаких, знаете, опять же, сейчас русское слово не приходит в голову, когда, знаете, когда две стороны не понимают друг друга, я не хочу, чтобы на моем канале был срач и все такое, вообще, по комментариям, я посмотрю, обалденные люди сидят в комментариях, большое вам спасибо, вы, блин, никогда никакого мата не увидишь, никогда никаких нападений в другую сторону, просто, блин, с вами реально интересно, люди, честно, спасибо вам большое, опять же, извиняюсь за такое, за такие, блин, это просто охота поставить точки над И, знаете, опять же, повторюсь, спасибо большое, кто подписывается, но, ребята, посмотрели видео, бегите отсюда, так вот, давайте будем открывать посылочку, здесь у меня, насколько я помню, игры и фильмы, да, здесь у нас игры, как вы видите, я их распаковываю, и я не тарю никуда их, потому что вы по названию видео, там ничего нет, по названию видите, видео увидите, что вас ждет, и сейчас вот это мы тоже распакуем, распаковал, блин, ого, все трясется, нифига себе, и, кстати, в прошлом, и позапрошлом видео я увидел, что я пытался, понимаете, я пытался быстро-быстро все сделать, чтобы видео уложилось в 40 или в 50 минут, но ни в коем случае не в час, и для меня это было не прикольно, честно, это не мое, так сказать, не, это не мое, я привык, если я делаю видео, выговориться, так что тут я плюнул на все, на все буду выговариваться, короче, пусть видео будет час, пусть видео будет час двадцать, кому интересно, те люди всегда его посмотрят, кому не интересно, не посмотрят, да, и здесь у нас пара фильмов, так что мы сейчас эти пару фильмов, также мы их рассмотрим, в принципе, в принципе, вот это и все, ну, там еще парочку игр есть, если вам это не интересно, можете уже сейчас, ребята, отключаться, пока, а для всех тех, кому интересно, о чем это я, сейчас здесь буду разговаривать, что к чему, давайте будем смотреть, по мере, так сказать, нарастание, так вот, Devil May Cry HD коллекция, внимательные из вас люди, или так сказать, зрители, не побоюсь этого слова, в прошлом, или позапрошлом, а может быть, даже уже полгода назад, я честно не помню, когда я что распаковывал, вы видели, скорее всего, Devil May Cry HD коллекцию, для, я ее покупал, для Xbox 360, да, так как она у меня была, на PlayStation 3, и я, знаете, HD коллекции, вообще, это такая штука, что некоторым людям, оно не нравится, вот эти вот, HD перезнания, они думают, это все сделано для того, чтобы делать деньги, все такое, и с одной стороны, вы правы, но, если у человека, например, как у меня, например, Devil May Cry 1, это моя любимая игра, я имею ввиду, не самая любимая, а вот такое, Hack and Slay, знаете, она мне даже больше нравится, не поймите неправильно, но даже больше нравится, чем первый God of War, да, это факт, и вот из-за этого, плюс, здесь вторая часть, которая ужасная часть, и третья, где как бы работа над ошибками, и они пытались, опять же, перед феном извиниться, у них это хорошо получилось, но первая часть, это PlayStation 2 время, и это мое детство, это школьная, школьная пора, как говорится, у меня очень много связано с первой частью, из-за этого я собираю HD коллекции для всех платформ, как вы знаете, у меня есть Metal Gear HD коллекция для Xbox 360, и для PS3, также у меня есть, как же, как же, как же она называется, короче, ребята, честно, из головы вылетело, все HD коллекции, я пытаюсь, короче, взять на всех приставках, так вот, чтобы не быть голословным, так сказать, я вам хочу показать вот такую вот штуку, да, как вы видите, здесь у нас Devil May Cry HD коллекция для PlayStation 3, с удовольствием ее, кстати, она самая первая вышла на PlayStation 3, потом дня 3-4, спустя, выходит на Xbox 360, Xbox 360 версию я совершенно недавно купил, где-то полгода назад, или не знаю сколько, также у меня есть Devil May Cry HD коллекция на PlayStation 4, и теперь для всей кучи я ее взял для Xbox One, потому что, ребята, на этих вот HD коллекциях я не играл еще в Devil May Cry, но я собираюсь это в ближайшем будущем сделать, и, конечно же, я буду это делать на Xbox One, потому что я сейчас играю во все игры на Xbox One, так вот, HD коллекция Devil May Cry на PlayStation 3, она идет 720p, точно так же идет 720p HD коллекция для Xbox 360, на Плойке и на Хуане оно идет в Full HD, то есть 1080p, никаких улучшений для PlayStation 4 Pro нету, и никаких улучшений для Xbox One X, так что я очень-очень рад, что я смог их достать, когда выходила вот эта версия, она стоила больших денег, эта выходила версия стоила больших денег, эту я уже взял, по-моему, за 30, эту я взял два дня назад за 20 евро, я не знаю, с чем связано такое падение цен, но я взял, потому что я уверен, HD коллекции будут в ближайшем времени, в ближайшем будущем стоят очень-очень дорого, так что моя коллекция Devil May Cry, ребята, это круто, сейчас мы, конечно же, откроем ее и посмотрим, что там внутри, Devil May Cry, здесь и музыка обалденная, и графика обалденная, и вообще, я помню, вот это вот, это, по-моему, была зима, насколько я помню, у меня почему-то, я, знаете, помню игры, в которые я раньше играл на PlayStation, на PlayStation 2, я помню, это я вот сюда вот так, я помню даже, как сказать, место времени, или как погода называется, время, время погоды, нет, как это, сезон погоды, о, ну, короче, вы понимаете, зима, лето, о чем я хочу вам сказать, и я отлично помню, что Devil May Cry, первую часть, я проходил зимой, вот такие воспоминания связаны, что реально, я могу вам сказать, даже какой день это был, ну, хотя, нет, какой день был, я вам не смогу сказать, обалдеть, и потом выходит, как-то Devil May Cry, вторая часть, и она просто все каноны убивает, просто в ноль, вообще, никакущая игра, неинтересная, туда добавляют девчонку, за которой ты можешь, с которой ты можешь управлять, и становится просто банально неинтересно, в принципе, игра одна и та же, что и с Dante ты бегаешь, потом ты бегаешь, кстати, игруха занимает 13 гигабайт, что ты Dante бегаешь, по одним и тем же коридорам, что ты с девчонкой, потом с той бегаешь, по одним и тем же коридорам, игра просто неинтересная, третья часть, она больше экшеновская, она более легкая, чем первая часть, но также можно поиграть а вот первая часть это шедевр реально шедевр после этого я не видел никаких подобных игр самое-самое классно что здесь знаете такая музыка атмосферная и обалденные места где игра происходит там и замок тебе там и какие-то непонятные кладбище там и непонятные какие-то ну вообще классно короче классно диск точно такой же как и на playstation 3 никаких этих никаких книжек в принципе здесь я даже материться не буду потому что я уже привык знаете вот этим вот обыкновенным красным синим желтым белым плямбом без всяких этих сделайте вы хотя бы вот эти три лица да или просто я не знаю как-нибудь вот так вот сделайте вот сюда вот так что слава богу теперь я могу похвастаться что у меня вся devil my cry hd коллекция есть на все платформы по-моему некоторые меня спрашивали в комментариях почему я не коллекционирую или вообще не покупаю игры на пк вы знаете ребята пк как платформа как игровая платформу как пк как игровую платформу я не рассматриваю совсем пк это хорошая штука для работы этого я сейчас банальность конечно сказал это хорошая штука для просмотра ютуба чем я в принципе занимаюсь и послушать музыку там пописать чего-нибудь там какие-то world excel и все такое но играть на пк я я закончил на far cry первой части когда far cry первая часть вышла я столкнулся с такой проблемой что мой компьютер очень дорогой компьютер который тянул все игры хлоп и не тянет почему-то far cry 1 хотя там потребности были в моем компьютере то есть то что нужно какая нужно железо для чтобы шла игра far cry 1 он у все равно игра не шла она тормозила и мало того что игра очень давной давности это был deus x deus x 2 он у меня тормозил как не знаю что я не мог понять почему потом я очень хотел поиграть soul river в первую часть так как у меня не было возможности каким-то образом поиграть на playstation 1 у меня я купил игру soul river 1 кстати сейчас не помню где я напомню подарил кому-то я стал ее пытаться запустить мне пишут тебе нужен драйвер столетней давности его заинсталлировал и так мне не получилось короче знаете soul river запустить на компьютере и я блин я с очень многими такими проблемами сталкивался что игр тормозят игры не идут и потом я опять перешел плавно плавно перешел на playstation 2 она у меня была параллельно с компьютером но я опять же стал более к ней внимательнее относиться и так у меня пошло я сейчас вы знаете проблем никаких нету взять обалденный компьютер даже за я не знаю за полторы две тысячи ойра без проблем но проблема проблема в том что во первых я не хочу играть на компьютере как на игровой платформе я не говорю что это плохая платформа или еще что то там ребята там одна график карта стоит как два xbox one x вы знаете там такую графику выдает там не только 4к там мне кажется можно уже 16к выдавить из этих график карт но это все упирается во первых в деньги во вторых в хотение так что это опять я думаю не знаю почему-то в этом видео какой-то какой-то монолог монолог такой виду непонятный потому что знаете почитал комментарии охота на них на всех ответить потому что в письменном виде отвечаешь и не все это слышат а тут как бы в одном видео я это обо всем как бы порядку расскажу так вот слава богу ребята что у нас devil my cry теперь полностью весь собранный на все платформы так ну и сразу чтоб она не мозолила нам глаза как вы знаете на днях где-то неделю а может быть даже две назад может быть даже не знаю еще дольше но я отлично знаю что это абсолютно новая игруха под названием call of тулу да да вот такое вот странное название некоторые люди называют эту игру как call of ктулху но call of ктулху это не совсем правильно он называется именно call of ктулу так вот была такая игруха на xbox one называлась также call of ктулху и вы знаете очень очень хотелось чтобы microsoft выпустили ее по обратной совместимости но так и так и пока глухо как вы видите раз не разработчик а как он называется да разработчик bethesda как бы паблишер тюкей а тюкей как вы знаете они очень-очень сильно узко n работают с майкрософтом у нас все баю шоке от тюкей поддерживаются по обратной совместимости также спек спекопс дилайн плюс ну много тюкей games я реально надеюсь что когда-нибудь они выпустят эту игру тоже по обратной совместимости так вот свое время это был обалденный хоррор и именно от этого хоррора потом как бы пошла такая 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 пляска что типа я отлично понимал откуда пришла амнезия например откуда пришли все вот эти вот слендермен и все такое это все пришло отсюда когда здесь я первый раз была такая механика когда вы находитесь в темноте или видите что-то непонятное вас трясло у вас отнималась жизнь у вас человек сходил с ума и вам именно нужно было куда-то в свет выбежать или не смотреть на эти все гротески и все такое тогда у тебя здоровье поднималась и это было очень 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 атмосферная интересная игруха просто вообще вышка тут слов просто нету очень очень жалко что эта игра не выходила для playstation 3 она выходила как и на насколько я знаю только для компьютера и xbox original надеюсь одним днем они выпустят ее на по обратной совместимости так вот и и сейчас у нас выходит колов к тулу как бы ну это не нельзя назвать второй частью это в принципе то же самое но только знаете игруха как бы точно такую же атмосферу нам показывает как и в первой части все точно так же какие-то непонятные рыболовецкие суда какие-то рыболовецкие эти сетки все такое непонятное все такое мокрое грязное в принципе все круто в этой игре сколько как я могу судить потому что я видел до сегодняшнего момента но у игра очень очень как бы отошла в другую сторону от этой игры этот был тоже детектив но это теперь стопроцентный детектив каких мы помним например с помните шерлок холмс например джек т рипер или там шерлок холмс the devil's dodo помните до дочь дьявола последний шерлок холмс был то есть вы здесь очень сильно очень много разговариваете с с населением то есть людьми и вы когда или вам задают вопрос или вы задаете вопрос у вас появляется такая ветка как в масса эффекте и вам нужно постоянно на что-то отвечать и в этой игре такого не было там было чуть-чуть но оно не такое было как здесь и вы знаете игра в принципе это нормальная но она стала стопроцентным детективом и эффекты которые я видел здесь например когда ты у тебя чувак вот этот вот ваш главный герой с ума сходит у вас экран темнеет и как-то становится как-то не знаю узкое такое такое в центре экрана вы только видите что происходит здесь и все черно по бокам и вы знаете очень дешевенько как-то все сделано я знаю что например вот эти вот focus или focus как они называются это французские эти они сильно такие бюджет как сказать много бюджетные игры в принципе не делают они всегда делают мало бюджетные игры и в принципе от этого мне эта фирма и нравится но здесь они немножко в детективную историю чересчур глубоко закопались понимаете игруха так же не сказать что она страшно не сказать что она неприятная она просто все что ты видишь что здесь происходит оно все какое-то такое как такое знаете непонятное такое искусственное кажется мне знаете но окей обязательно конечно же постараюсь в нее поиграть и вот с этой игрой вот с этой коловку тулус я не знаю какой-то прикол она вышла когда у нас на амазоне она стоила 70 евро как и все игры где-то дня два спустя эту игру уже выставляли за 60 понимаете за десять ойра меньше теперь я захожу короче на в интернет где-то два дня назад или до два дня назад эта игра стоит за сорок одну ойру понимаете не 30 999 не не 40 999 а 41 99 я вообще не понимаю откуда эта политика вот эта ценовая но окей я ее сразу в коробку поклал и купил она ко мне приходит я ради интереса смотрю теперь игра стоит пятьдесят пять девяносто девять то есть на 10 ойра больше я прям рад что купил ее по дешевке как бы со скидкой но это нельзя назвать скидкой что-то непонятное именно с вот этой игрой происходит в интернете я не знаю вообще без понятия откуда вот эта ценовая политика я как бы не против что я ее за столько мало купил за 40 ойра новую игру в то время когда все наши игры как вы знаете стоит семьдесят ойра но какая-то вот ценовая политика непонятная то на один день стоит сорок ойра то другой день она стоит пятьдесят ойра я без понятия так вот так вот вот а call of cutlou оптимирована для xbox one x но здесь нету ни 4к ни 60 fps ничего нету она просто каким-то образом оптимированная как эта оптимизация выглядит я без понятия не могу вам точно сказать прикольный подкассетник мужик с лампой в принципе он мне чем-то напоминает даже the evil within шикарнейший evil within который блин первую вторую часть собираюсь пройти на xbox one и обязательно вот здесь вот нам здесь рассказывают что к чему и в принципе я видел первые 40 минут игры все красиво сделано все на высшем уровне но опять же повторюсь очень много болтовни и в принципе игра не про это игра не про болтовню а игра именно про вот этих вот монстров к тулу как ты его там находишь как там вот эта атмосфера тебя давит и все такое его тебя давит-давит а потом через две минуты ты стоишь с людьми где-то и разговариваешь а вот вы здесь то а вот вы здесь все и не сильно но прикольно вас как бы знаете с игры с атмосферы вас просто выдирают знаете ну окей так вот снова оптимизация для xbox one x игруха весит 12 гигабайт и 12 гигабайт это очень мало то есть сто процентов знаем что здесь и нас не буду не не ждут никакие видео вставки никакие это все будет зарендерено на движке игры но вот посмотрите вот на этот скрин например это очень красиво это стильно но опять же вот эти скрины они не такие настоящие как например то что нас ждет в игре игра на более такая знаете я не знаю чем-то напоминает даже немножко напоминает цел селс сел шейдинг знаете такое сто процентов знаете borderlands например сел шейдинге и вот напоминает игра пытается быть настоящей знаете реалистичной но в то же время у нее это не сильно получается потому что графика выглядит немножко как бы мультяшно знаете но я обязан был их купить потому что ребята любые хорроры которые сейчас выходят у нас на xbox one на ps4 вообще на актуальные платформы я любым хоррор играм рад потому что как evil within свои первую вторую часть выпустили все больше хорроров нету мы видим всякие всякую индюшатину мы видим всякие непонятные эти амнезия уже даже вышло теперь про можно продать продать можно купить на playstation 4 или на xbox one а вот таких натуральных хороших хоррор игр мы не видели а вспомните например playstation 2 времена когда выходили resident evil и когда выходили silent hill и когда выходили project zero cold fear ну полно игр было по на тематику хоррор это моя в принципе любимая тематика была а сейчас вот такого нету диск выглядит обалденно вот не знаю что что а вот это мне нравится я обожаю такие абстрактные всякие плямбы знаете классно и вообще сам подкассетничек очень очень стильно выглядит вообще вот что вот этот белый белый этот белый бэкграунд круто конечно же было бы нормально играть сначала в первую часть потому что я видел только летсплей полностью я сам в нее не играл а потом уже только вот в эту но так как они не взаимосвязаны зачем зачем себя так надрывать тем более у меня не на чем ее поиграть у меня нету xbox original у меня было в планах xbox original купить но я знаете я такой человек я хочу именно запакованную как вы знаете я год назад купил запакованную playstation 2 но проблема в том я не могу сейчас в нее играть потому что на моем новом телевизоре нету входов понимаете для playstation 2 мне нужно адаптер купить для hdmi это долгая история короче а xbox original я хотел купить а ее просто не существует в оригинально запакованной были парочку оригинально запакованной но только на америку а мне я бы хотел паловскую версию так что пока я эту мечту и эту задумку отставил на второй план знаете жду очень очень сильно жду когда microsoft сделает по обработке и и тогда буду играть так следующее опять же как бы сказать постоянные клиенты моих видео это dark souls вторая и третья часть как вы знаете где-то несколько видео назад я покупал dark souls 3 для playstation 4 и и в подарок еще пуху взял dark souls 3 для xbox one специально в таком апокалиптическом издании кому интересно можете где-то на канале видео найти я его правда не распаковывал но да ладно кстати распаковывал по моему пуху в своем видео можете у него посмотреть так вот и и я решил так же как и все игры собрать dark souls полностью все на 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 xbox one потому что знаете у меня появилась dark souls первая часть ремастер для xbox one и в принципе да вот я сейчас вижу здесь смотрите здесь что-то упало ну окей обо всем по порядку так вот у меня есть dark souls ремастер для для xbox one и я также решил взять туда dark souls 2 и dark souls 3 чтобы у меня полностью вся серия dark souls была на xbox на playstation 4 у меня есть dark souls 2 теперь dark souls 3 ремастер я там не покупал потому что как я себя знаю отлично знаю что если dark souls ремастер я буду начинать играть то я буду начинать играть конечно же на xbox one но для того чтобы коллекция у меня также была полная как например с с devil my crime помните да в начале видео показывал то я конечно же приобрету dark souls первую часть ремастер и для playstation 4 без этого никак в принципе про игры ребята вы все знаете прикол в том что у нас вот эти игры новыми новыми вторую часть сто процентов третью вы можете еще где-то новую да достать но на 70 аэра 60 будет стоить и это того не стоит знаете вторую часть можете забыть вообще в запакованном видео вы не найдете в запакованном видео в запакованном виде вы ее не найдете так что мне пришлось их опять купить юзанами но в идеальном состоянии опять в том магазине где я всегда беру они меня знают что если они мне пришлют пришлют лажу то я обижусь и убегу от них больше не буду заказывать так вот dark souls 2 это scholar of the first scene то есть здесь входит полностью все аддоны которые были как вы знаете вообще хорошо в первом в ремастере для xbox one и также для ps4 вышла версия которая в себе содержит все аддоны все дополнения также и здесь выходит у нас вот такая вот версия игры со всеми дополнениями со всеми приколами то есть все на одном диске это не может не радовать опять же скажу вам как и в прошлом видео 15 гигабайт кстати игра занимает я не прошел ни один dark souls ни один я не прошел dark bloodborne но зато я прошел the surge это как бы клон dark souls а потому что знаете я опять же такой человек я не люблю мейнстрим я не бегу с мейнстримом если например все во что-то играют я пытаюсь это отложить на потом знаете я люблю когда я один во что-то играю также с dark souls ами было я хотел dark souls 1 все в него играли я хотел dark souls 2 все в него играли 3 опять все в него играли и сейчас дошло до такого этого что я думаю слушай окей dark souls я тебя как-нибудь пройду дай-ка я поиграю the search the search мне очень сильно понравился и я обязан поиграть в эти игры а просто обязан здесь вот такой вот дисок кстати прикольно выглядит повторюсь все в идеальном состоянии здесь кстати книженцы но я не уверен что там что-то будет написано в этой книженцы видите да хоть и юзаная но все в идеальном просто в идеальном состоянии да здесь ничего нету здесь просто какие-то непонятные названия вот наши эти характеры которые у нас в игре ждут да писанина писанина и ничего больше окей это второй dark souls и третий dark souls и опять же скажу что это юзаная версия здесь вообще еще вдобавок идет dark souls первая часть по обратной совместимости на xbox на xbox one тут как бы лежит код но я его испробовал думал вам задарю кому-нибудь нет он уже использованный к сожалению так что извиняйте хлопцы как говорится но ничего страшного она у меня также купленная prepare of the die edition для xbox 360 я ее также заинсталлировал и могу по обратке в нее играть то есть у меня почти вся dark souls и bloodborn серии собраны только осталось dark souls ремастер для playstation 4 он когда-нибудь обязательно появится он стоит абсолютно недорого он стоит у нас по моему сейчас 20 20 евро он стоит в принципе доступно все и вот dark souls вы посмотрите какая красота да но когда игра вышла фэны немножко немножко не так фэнам понравилась эта игра как например первая часть или как третья вторая была такая своеобразная так как здесь я принимал участие уже человек который принимал участие в первой части и в bloodborne я не помню как его шин джи миками по моему зовут или шин джи миками это человек с resident evil и the evil within короче я в этих японских именах запутываюсь так вот он здесь не принимал участие и это видно потом он опять вернулся же а это я про вторую часть это я про вторую часть говорю ребята я немножко понимаете я какой-то сонный сегодня ну да ладно это про вторую часть да в третьей части он конечно же принимал участие да вот этот японец и там все на высшем уровне а вот этот вот здесь вот на второй части вот здесь вот она такая своеобразная ну да ладно и смотрите что мы видим здесь все языки и даже русский даже на русском языке есть здесь игра но что сильно прискорбно это не game of the year edition знаете это такая это здесь нету дополнения аддонов но да ладно аддоны в принципе стоят не так дорого в магазине microsoft можно в любой момент их купить опять же книжка я думаю опять точно такая же как да нет не такая же ух ты красиво прикольно красивая книжка сделана во первых много листочков и вы посмотрите как как все четко сделано цветная книга в dark souls это блин это круто это реально просто круто в наше время вы такого нигде не увидите я имею ввиду цветные скрины с игры классно прям такая толстенькая книжка смотрите и в принципе вторая третья часть также у меня есть теперь на xbox one это не может не радовать ребята это не может не радовать классно так следующее это у нас идет опять же две игры на xbox one это формула 1 2015 года и 2016 как вы знаете я очень очень большой поклонник racing games то есть гонок гонки я играю еще со времен sega mega drive топ gear там был плюс формула 1 там какого то world чемпионшин там был это было что-то чем-то road rash вот эти мотоциклы первая третья часть я обожал просто гонки потом когда вышло playstation 1 там конечно one ishink point там конечно же опять же формула 1 там гран туризму неповторимые плюс всякие тока nascar и все такое короче обожаю гонки обожаю гонки это помимо хоррор игр которые я обожаю это мои можно так сказать даже стоят на втором месте по знаете по то что мне нравится вот это мои гонки это мое вот честно и в принципе я собираю все формула 1 игры как вы знаете формула 1 игры она была первая на playstation 3 вообще были конечно же полно игр было на playstation 2 это моя большая мечта их все достать все игры которые были для playstation 1 я хочу их как-нибудь все купить благо они стоят очень маленьких денег и собрать всю серию формулы 1 на playstation 2 их там игр 9 или 10 наверное это не проблематично так вот выходила playstation 3 в те годы 2006-2007 2007 год вышла формула 1 вот эта championship edition здесь видите не написан год не написано ничто просто вышла формула 1 и с того времени до 2010 года была тишина то есть формула 1 принадлежала лицензия playstation иксбокс не оригинал ни иксбокс 360 не могли похвастаться формула 1 лицензия принадлежала sony и потом когда sony выпустила вот эту игру как то все затихло все реально затихло и очень очень долго не было никаких новых формулы и потом в один прекрасный день входит формула для иксбокс 1 а вот для иксбокс 360 и для playstation 3 и вот чтобы опять же не быть голословным знаете чтоб не на словах все я вам буду показывать и тем временем и хвастаться моей коллекцией это у нас была формула 2010 была формула 2011 2012 2013 2014 самая самая обалденная формула 1 на консолях даже лучше чем 15 и 16 часть вот именно 14 часть и именно она поддерживается на иксбокс 1 по обратной совместимости и вот после 2014 года я приобрел 15 и 16 в принципе знаете 17 и 2017 года формула 1 тоже есть но она стоит очень очень бешеных денег я же подожду когда она немножко подешевеет хотя бы уэров за 40 а то 70 или 65 уэров за формулу брать отдавать не очень-то охота знаете и вот что мне самое было интересным с playstation 3 2007 год и потом до 2010 было затишье не выходили никакие формулы я не знаю почему и потом в один прекрасный момент опять же повторюсь лицензия принадлежала Sony права каким-то образом переходят кодмастерс я не знаю как и с чем это связано и все потом игры по формула 1 у нас выходили именно от кодмастера видите кодмастерс кодмастерс рейсинг кодмастерс рейсинг кодмастерс рейсинг также 15 и 16 часть также кодмастерс рейсинг и здесь кодмастерс то есть я не знаю как так Sony могла лицензионные права эксклюзивные прошляпить я не знаю или просто думаю ну блин игры не раскупаются давайте будем избавляться от лицензии и в принципе блин теперь игры клепает кодмастерс и не сказать что они квалитативно высокие например игры которые были на PS2 и PS3 они в разы лучше они в разы атмосфернее и прикольнее ты на них смотришь как на одно целое а вот эти вот все формулы 2010 и бла бла до 14 они были какие-то такое ощущение что ты играл не в одну целую игру а в какую-то игру по эпизодам знаете эпизод 1 и эпизод 2 и они как-то не сильно хорошо были связаны друг с другом 14 версии в 2014 году формулы 1 это все поправили и там это реально круто и я искренне надеюсь что здесь и здесь оно точно так же так что 2015 год ребята я не знаю кто все эти люди я прекратил формулу 1 смотреть еще в 2000 в 2004 году когда формула стала быть какой-то не сильно интересной точно так же как например рейслинг я перестал в то же время смотреть потому что стало все такое цветное все такое молодежь какая-то пришла все как-то поменялось не сказать что всегда к лучшему и я не знаю я пересел потом на на что я пересел на ДТМ знаете ДТМ это такие немецкие чисто немецкие гонки где принимают участие Ауди, Мерседес опель это такие немецкие гонки их можно сравнить например с американским Носкар знаете это чисто региональные гонки которые чисто по Германии происходят и вот моя мечта взять 400 ойро и съездить на трассу Нюрнбург ринг она от нас недалеко до Кёльна мне примерно примерно 400 где-то 300-350-400 километров может быть немножечко подольше так что можно туда съездить и воплотить мою мечту как бы в реальность проблема в том что я очень ленивый ребята чтоб я куда-то выехал ой ой как неохота но когда-нибудь я съезжу на Нюрнбург ринг возьму с собой камеру и обязательно там что-нибудь поснимаем там как вы знаете на Нюрнбург ринге у нас происходит каждую субботу любительские заезды то есть там приезжают туристы со всего со всей Европы с Италии с Францией на своих обалденных машинах можете даже на ютубе где-нибудь посмотреть например Нюрнбург ринг турист фарен они называются так видео есть специальный канал там люди выставляют видео и вот как они там издеваются над своими машинами вы знаете это просто вау я хочу один раз это увидеть может быть некоторые из вас скажут ты вообще какой-то живешь в Германии не можешь ездить на Нюрнбург ринг ребята повторюсь я очень ленивый когда-нибудь я это сделаю так вот и как перестал я смотреть Формулу 1 она мне вообще стала неинтересной абсолютно неинтересной я стал ДТМ смотреть ДТМ также года через два тоже скатился вообще непонятно как и я просто вообще перестал следить за всей этой тематикой просто вообще я не знаю кто все эти люди я их первый раз в жизни вижу и когда в 2000 каком-то году они поменяли полностью лицевую часть Формулы 1 болида это вообще я не знаю конечно у них сейчас как бы знаете safety first говорится то есть жизнь пилота стоит на первом месте но как это выглядят новые болиды Формулы 1 без понтова это просто ужасно мое любимое время когда болиды как выглядели это был 98 год ребята помните 98 год вот там были самые мощные болиды сейчас они их пытаются знаете немножко уменьшить лошадиные силы обороты чтобы знаете чтобы чтобы главный человек был в безопасности я это прекрасно понимаю но вы вспомните 97-98 год когда болиды были как ракеты ну вот и люди мрали там как мухи блин опять книга опять ничего такого здесь нету опять все черно-бело и этим самым у меня теперь вся просто вся коллекция конечно без 2017 года формулы 1 для xbox one надеюсь очень искренне надеюсь по обратной совместимости может быть microsoft когда нибудь и эти все игры нам даст вот например 10 11 12 13 14 а 14 уже есть вот эти вот 4 вот если они будут по обратной совместимости как нибудь еще это будет классно так что с формулой 1 думаю закончил так это сейчас уберем так ну и не отходя далеко от темы гонок сразу хочу еще показать приобретение для xbox 360 это grid auto sport как вы знаете опять же от тех же самых код мастерс то есть такое у меня сейчас такое эмм как сказать я так думаю что код мастерс сейчас это самый большой разработчик гоночных игр ну мне так кажется потому что от других компаний гонок просто нету даже та самая полифон диджитал которая принадлежит сони они нам сделали какой-то гран туризма спорт онлайновый но да ладно так вот grid auto sport как вы знаете есть grid потом есть grid 2 есть по моему по моему все только две части грида они обалденные их можно сравнить с форзой мотоспорт мотоспорт только там не кольцевые гонки а длинные треки от а до б знаете и они в принципе в первой части грида были первооткрывателем они как мне кажется как я это помню они были первыми разработчиками которые в своей игре использовали перемотку назад то есть когда ты едешь куда-то врезаешься на последнем кругу чтобы заново это все не начинать ты нажимаешь на кнопку и перематываешь до того момента когда у тебя еще твоя машина под контролем была и может там опять как бы где у тебя еще машина под твоим контролем была мог бы снова взяться за руль и ехать дальше уже пытаясь свои ошибки загладить насколько я помню и потом forza motorsport стала использовать эту перемотку в своих играх до этого ее там не было так вот grid autosport это такое ответвление здесь а ты ездишь как на обыкновенных машинах так и на спортивных машинах так и на болидах типа формулы 1 или инди-кар плюс еще там какие-то непонятные то ли грузовики то ли что как вы знаете в первых гридах там нужно было ездить только на нормальных машинах там не было сильно таких спортскаров там формулы 1 не было в этой игре как бы все вместе совмещено и самое интересное что эта игра это как бы не официальная третья часть то есть здесь собрано все умения которые они вложили в первую и вторую часть мало того я эту игру давно хотел прикупить но проблема большая что даже в заопакованном состоянии забудьте ее найти просто забудьте а вот даже в юзеном состоянии она стоила 45-50 евро у нас или те же самые 55 или 60 долларов и я не знал что такое и вот в один прекрасный момент я увидел а у меня лежит лежала на ebay оно постоянно в моей коробке и я увидел что магазин снизили цену короче до 25 евро или до 20 вот честно не хочу вам сейчас соврать пусть будет до 20 я ее сразу же купил потому что я не мог здесь пройти мимо за такую цену и мало того эта игра поддерживается по обратной совместимости на xbox one но когда я стал играть потому что я ее заинсталлировал и хотел посмотреть что это вообще такое ребята я стал в это играть и какая же это сложная игра это самая сложная игра гоночная игра которую я когда-либо играл знаете даже я на нормале пошел как всегда думаю сейчас проеду пару трасс нифига они мне так навешали вот это каи так навешали я как маленький ребенок сидел в углу и плакал я думаю ну все короче я поставлю на изи я поставил на изи или по моему very easy там есть даже опция и даже на самым самым легком где вам если вы даже если вам удастся первым прийти вам дают мало кредитов вам дают мало experience points то есть вы очень медленно поднимаетесь по левлу на изи как вы знаете если на нормале у тебя все нормально происходит если ты ставишь на эксперта на профи у тебя больше денег за каждый заезд у тебя больше экспириенс больше экспириенс поинтов и все такое и ребята мне два раза здесь удалось прийти первым не то что они сильно трудные враги они очень 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 ожесточенные то есть здесь они не знают что такое ехать колонной это для них колонна это они не слышали такого слова они все едут в кучи и на каждом повороте там такая битва происходит как вы знаете я любитель может кто знает по моим видео ездить аккуратно чтобы машина была в целостной в целостной и сохранности и чтобы вообще знаете штрафные очки не насчитывались здесь невозможно проехать нормально если вам удастся выйти на первую позицию те каи они будут все делать что в ихней силе чтобы вас сбить на любом повороте то есть они не притормаживают на поворотах они не входят в повороте и они не ждут перегона знаете когда вы сбрасываете скорость на повороте и вас чтобы по внешней или там обойти нифига они вас таранят вы улетаете в отбойник вы перематываете кстати даже на изи у вас всего 4 перемотки если вы эти 4 перемотки израсходовали все короче это вообще я не знаю кто делал и как делали эту игру но первым прийти на нормальном уровне сложности по нормальному не разбив машины здесь просто не удастся или здесь очень долго нужно играть и приноравчиваться знаете чтобы наловчиться и играть в эту игру но это атас полный что они здесь творят я очень много игр переиграл но это полный атас кстати вы посмотрите смотря вот на этот скрин да можно реально подумать что блин игры уже пришли к реалистичности ну это честно это как это круто это просто круто блин страшно представить что будет лет так через десять как какие гонки и какие игры нас ждут лет через десять а вот такой вот диск наконец-то он у меня появился графика кстати на xbox one на xbox 360 но она по обратной совместимости поддерживается я посмотрел круто реально круто идет плавно я не могу вам сейчас ничего сказать как она шла на xbox 360 на оригинальной консоли но на xbox one она летает загрузки быстрые кстати насчет загрузок они могли бы еще быстрее быть они здесь такие знаете какие-то непонятные но они быстрые честно вам скажу графика офигенная графика офигенная в принципе все классно но я бы хотел как-нибудь патч это уже ждать бесполезно игре-то сколько лет уже но я бы хотел чтобы оно немножко послабее враги были потому что ну так дело не пойдет ребята особенно если ты включаешь чтобы собрать побольше experience points если ты включаешь еще чтобы твою машину чтобы твоя машина ломалась там колеса отлетали чтобы знаете влияло влияло каждое твое повреждение на машину и на вождение твоей машины знаете то здесь ну нереально прийти первым нереально мне два раза удалось но я там поставил на very easy и я сам потом думаю идите вы нафиг и стал использовать врагов как отбойники потому что ну по другому никак если вы так ко мне то я так же к вам знаете очень очень рад что оно теперь в моей коллекции так что а нет по играм еще не все еще одна игруха сразу ее сейчас сюда приеду это bound by flame здесь мне сказать ребята нечего как только это рпг опять же от фирмы французская фирма и спайдерс это тоже какие-то интвиклеры то есть разработчики опять же такая малобюджетная рпг и самое интересное что вот эта рпг выходила на компьютер и на playstation 4 и на xbox 360 то есть xbox one на xbox one вы в эту игру не поиграете это как бы эксклюзив xbox 360 пк и playstation 4 и самое интересное что microsoft из-за этого сделали чтобы эта игра поддерживалась по обратной совместимости вы ее в нее также теперь можете поиграть на xbox one и мало того вы можете в нее поиграть это единственный единственный путь поиграть на xbox one на нынешнем на актуальном поколении консолей вот в эту игру я не знаю как так получилось почему главно ps4 есть игра на xbox 360 есть игра но на xbox one нет я не понимаю я эту игру прошел на ps4 я ее прошел где-то часов за 18 она довольно короткая но опять же какие здесь нудные битвы это ужасно я играл на нормале и меня здесь убивали постоянно реально постоянно убивали эта игруха становилась от этого не знаете не более привлекательной а мало того она мне надоедала и все такое но что хочу отметить здесь прикольная графика опять же такая наполовину селл шейдинг опять же как тот borderlands даже не наполовину она по моему полностью из селл шейдинга но он такой знаете такой более реалистичный как мы это видели в borderlands и я прошел прикольно но очень-очень много минус пунктов у этой игры вот эти вот амбиции масс эффекта когда они начинают всякие диалоги здесь выбор диалогов тебе выбор выбор разветвления диалогов чтобы ты мог выбрать что ты хочешь а когда разработчики начинают этим заниматься они быстро из бюджета как бы знаете за рамки бюджета выходят и потом в конце понимают что то что они напланировали сделать им не получится лучше бы эти деньги потратили бы немножко на менее менее амбициозную игру понимаете и я не знаю я прошел прикольно да но самый первый минус это выборе или да выборе характера ты можешь или мужиком или девчонкой играть но выбор лиц состоит там из трех или из четырех выборов и все они ой какие страшные ой какие страшные и ты вынужден ходить или каким-то квадрочелюстным мужиком или очень-очень страшной такой бабкой я вообще не знаю как так в том же самом Dark Souls как вы знаете там есть выбор выбор не персонажа а можете сами скреировать своего персонажа там это намного круче сделано да да чем здесь и вот по скринам можете даже сказать вау класс но поверьте все вот эти скрины это не настоящие из игры это все рендер это все знаете как бы обман покупателя графика здесь выглядит гораздо гораздо хуже я прошел говорю я не брезгую такими играми я даже вообще рад что такие малобюджетные игры делают потому что весь вот этот вот игровой рынок он не может состоять только из Triple A проектов всегда должны быть еще вот такие вот нишевые продукты и в принципе я люблю их играть не знаю почему потому что Triple A вот этот вот знаете вот этот мейнстрим вы его найдете везде а вот именно таких игр их очень мало заинсталлировал на Xbox One в игре практически не существует loading screen то есть игра загружается очень быстро играется весело быстро никакого тиринга в принципе я не могу сказать был ли тиринг на Xbox 360 версии но что могу вам сказать на PlayStation 4 версии там нету никакого поддержки PlayStation 4 Pro или еще такого всего там был тиринг в некоторых местах на PS4 я это отлично помню так что в принципе а и игру я не могу вам посоветовать я ее взял опять же видите у нас ее новый новый вы эту игру не найдете я ее взял юзанную но опять же в идеальном состоянии пусть будет в коллекции потому что у меня в коллекции теперь есть PlayStation 4 версия теперь у меня есть еще Xbox 360 версия кстати не знаю выходила ли игра на PlayStation 3 вот это я не знаю надо будет погуглить так что с играми у нас все и у нас остались еще вон те вон три фильма так что в принципе люди если кому-то это уже не интересно игры у нас закончились у нас было всего сколько семь игр сегодня я вам показал которые я приобрел если вам в принципе фильмы не интересны можете уже отключаться а всем хардкорщикам кто любит фильмы останьтесь со мной сейчас мы откроем вон те вон фильмы так продолжаем и я хочу начать вот с этого фильма это называется «Shutten the Warheit» или по-английски он называется «What lies beneath» и по-русски он называется «Что скрывает правда» это фильм Роберта Земекиса да да Роберт Земекис он может снимать не только такие мультяшные фильмы как например «Полярный экспресс» или «Байовульф» или такие офигенные фильмы как «Castaway» с Том Хэнксом но он еще может снимать обалденные психотриллеры это реально Хичкок отдыхает я сейчас вам сразу могу порекомендовать если вы не видели этот фильм с Харрисом Фордом и Мишель Пфайфер который называется «Что скрывает правда» по-русски я экстра еще погуглил потому что я хотел вам его посоветовать я вам реально очень-очень сильно рекомендую посмотреть этот фильм проблема в том что я ничего не могу вам рассказать про этот фильм потому что все может быть спойлером хотя постараюсь без спойлеров здесь короче Харрисом Форд он как бы является каким-то каким-то ученым он где-то преподавал какие-то курсы и несколько лет назад примерно 2 или 3 года точно сейчас не знаю сколько у него там он стал зажигать с какой-то студенткой понимаете и его жена сейчас я это подкину его жена застукала его с той студенткой и там как вы всегда знаете там все на горячую тыры-пыры и она попадает в какую-то катастрофу аварию и как принято по сюжету в таких вот канонах она теряет память и они потом вместе живут и этот помнит что произошло это не помнит и понемножечку к ней приходит память и не просто приходит а она начинает знаете у них тоже они живут в доме как это принято в таком обалденном красивом большом доме и там начинают открываться сами собой двери начинают ванной наполняться водой ванной наполняется водой ванная прикольно на русском языке ванная комната и ванная это вот эта штука где люди лежат и моются прикольно так вот начинает наполняться ванная в ванной комнате водой и она не может понять что это такое и дальше я лучше замолчу очень сильно вам рекомендую этот фильм это не ужас но для людей которые не любят ужасы в принципе здесь будет страшновато знаете такие потому что здесь есть чуть ли не мистика но все держится на как сказать на реализме здесь нету никаких там привидений или все такое офигенный фильм я очень вам сильно его советую я был в шоке когда он у нас вышел на блюреи и в принципе он вышел абсолютно недавно на блюреи смотри здесь вот надпись что типа даже хичкок прыгал бы от радости смотря этот фильм ну круто да вот это я помню на dvd я его просмотрел раза три наверное точно на dvd он от 20 века фокса и там не сказать что прикольная картинка там картинка была такая знаете на любителя она была какая-то какая-то сильно сильно такая мало деталей и как у стивена спилберга много было шума на экране здесь я надеюсь пусть будет даже то же самое только пусть оно будет full hd ну в принципе как вы знаете блюреи не все full hd я просто хочу этот фильм посмотреть на большом экране в отличном качестве 130 минут и да вот остатки 20 века фокса типа я не соврал я отлично помню что это 20 век фокс но фильм у нас выпускает на блюреи фильм конфект как вы помните в прошлом видео они также выпустили фильм река помните рива с мэл гибсоном я распаковывал и мне вот эта фишка их нравится каким-то образом 20 век фокс не может выпустить на блюреи так вот вот эта фирма берет в совместной работе с 20 фексом выпускают у нас на блюреи вот эти фильмы это уже второй фильм который я ждал на блюреи и он вышел вот на днях это классно сам фильм я не помню какого года и чтобы вам не врать знаете честно не помню но я знаю что он уже ну лет десять ему точно и офигенная кстати вот вот такой вот диск кстати прикольно выглядит и вот такое вот оформление у американцев чё-чё у американцев мне нравится подкассетник немножко больше знаете почему там тоже самое но здесь надпись конечно же на английском what lies been it и как вы видите what lies been it оно пишется намного короче чем по-немецки оно выглядит стильно и вот этих двух лиц нету то есть здесь все белый цвет и вот эта ванная вот эта рука она где-то вот здесь вот начинается оно выглядит обалденно немецкая версия арт мне тоже нравится но если бы не было вот этих двух лиц было бы намного круче вот смотрите да создается какой-то мистери какая-то непонятность а когда ты видишь лица тебе автоматически становится не так страшно но окей здесь у нас какие-то рекламки нам показывают фарго бла 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 и я надеюсь в принципе что надеется в прошлом в прошлом видео на блю-рей кстати это что за блю-рей смотрите это элит подкассетник элит но он как-то не похож на элит вот эта штука или она всегда была там а я просто сейчас не замечаю но окей хоть бы там была двойная ES там двойная ребята это говорит о том что вот это вот отвратительнейшая лого 16 мы его элиминируем этим самым аккуратненько что все было четко во уже другой другой калинкор а ребята смотрите вот это я понимаю так что еще раз повторюсь обязательно посмотрите этот фильм это стоит того это очень 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 стоит того следующий фильмец это монстр это с Чарльз Террон и Кристина Ричи фильм по как сказать по оригинальным по оригинальным а как по натуральным событиям то есть в Америке была такая тетя я не помню лет лет 10 назад наверное была такая тетя она зарабатывала деньги тем что она ну как бы это сказать помягче она продавала свое тело за деньги на улице и все было нормально а в какой-то момент ей подвернулся клиент который начал на ней издеваться и пытался убить ну бывают такие отморозки знаете она выхватила там где-то пистолет и убила его знаете и этим самым она запуганная такая стала и потом ее клиенты которые косо на нее посмотрят или что-то не так скажет она их убивала то есть на ее счету по-настоящему 6 человек по-моему у нее на счету убитых и как вы знаете человек если их можно так назвать человеком а вот эти вот монстры да которые убивают более одного человека они считаются серийными убийцами так что она в Америке считается серийным убийцам и этот фильм нам рассказывает об этом она потом еще встречает Кристина Ричи она такая девчонка малая они влюбляются друг в друга я сейчас не хочу вам проспойлерить но опять же очень-очень тяжелый и очень хороший фильм вот честно вам скажу опять же на Blu-ray он у нас уже давно был реально давно но я почему-то знаете он просто у меня из виду выпал и все я его на DVD раза два наверное посмотрел он на весь экран на DVD но опять же не очень хорошая картинка я почему-то уверен что на Blu-ray точно такая же картинка будет только Full HD я отлично знаю что здесь никакого ремастера ничего делать не будут но факт что этот фильм у меня есть на Blu-ray теперь это классно советую как здесь Чарльз Стэрон как вы знаете она офигенная тетка если даже есть фотографии знаете вот бывают такие когда папарацци сидят там днями годами и ждут когда какая-нибудь звезда выйдет на улицу чтобы ее сфотографировать и вот сколько бы фотографий Чарльз не делали она всегда выглядит обалденная когда она дома я не знаю посуду мою там носки стирает она выглядит офигенно всегда и вот здесь было реально реально проблематично и загримировать как чтобы она выглядела, как настоящая та серийная убийца. И ее так сделали, что, ребята, если вы посмотрите после этого фильма, после того, как вы ее посмотрите, на фотографию той тетки и на фотографию вот этой, там реально обалденно, как будто одно лицо. Конечно, есть различия, но как будто одно лицо. Короче, фильм реально вам рекомендую. Это очень-очень-очень интересный фильм. Обязательно посмотрите его. Во-во-во-во-во, как она здесь. Здесь вот револьверсия купила и давай, короче, мужиков шмонать. Или мужиков шмалять. Вот так вот, по-моему, будет точнее. Классный фильм, обалденный. Вот это вот Чарльз Терн, смотрите, как она тут страшная. Ты ее реально не узнаешь. Какие у нее неприятные волосы, какой у нее неприятный прикус. Класс, советую, очень сильно советую. 109 минут. Режиссер Петти Дженкинс. Я не знаю, кто этот человек, делал ли он еще какие-нибудь фильмы, но вот здесь он попал в точку. Обалденный диск. Обалденное оформление. Класс. Вообще, зверска. Но единственное плохо, что подкассетник, то есть арт, не двухсторонний. Видите? Так что мне придется жить теперь с вот этой вот надписью 16+. Ну да ладно. Это Blu-ray уже второе издание. Первое издание у нас выходило с белым подкассетником. Там тоже два лица было, но было все белое. И вот этого вот стекла разбитого в дребезги не было. Здесь были какие-то красные надписи. То джурнал поставил, то джурнал поставил, то джурнал поставил, то. И мне реально это никогда не нравилось. Вот это подкассетник, это самое то. Если еще представьте, вот этого 16+, логом не было, было бы вообще классно. Так что, опять же, ребята, вот эти два фильма я вам советую и рекомендую посмотреть. Однозначно. Монстр и что скрывает правда. Потому что я их видел, я их имею право рекомендовать. Вот этот фильм, Трейл Уэй Мэн, или по-русски он называется Возмездие. Я также погуглил, чтобы знать. Этот фильм я взял вслепую, но Николь Китман мне всегда нравилась. И этот фильм также по правдивой истории, понимаете. Она тоже также когда-то была, эта правдивая история. И здесь нам рассказывается, что человек, он какой-то забитый, он весь такой, знаете, ни с кем не разговаривает, вот этот человек. Он влюбляется вот в Николь Китман, они там женятся, тыры-пыры. И она все равно не может понять, что он такой непонятный, что он такой тихий. И как-то она докапывается до правды, что оказывается во Второй мировой войне, там несколько лет назад, во Вьетнаме, по-моему, или что-то там, я не знаю, что-то с Вьетнамом тоже связано. Она узнает, что он сидел в плену, короче, у вьетнамцев, по-моему, и они над ним там издевались, как не знаю что. И вот она докапывается до правды. Я больше вам рассказывать не буду, чтобы не сбить интерес. Но этот фильм я сам не видел, не могу советовать. Я не знаю, что от него ждать, но очень-очень громадные у него оценки на Амазоне. То есть каждый человек, кто видел этот фильм, все оставили пятерки, пятерки, пятерки. Я очень хочу посмотреть. Я посмотрел трейлер этого фильма, и вы знаете, по трейлеру он мне показался чересчур стерильным. Я ненавижу такие фильмы. Например, вы знаете, о чем я? Когда фильм смотришь, хоть там показывают вам грязь, или там вот это вот даже, вот видите, вот эта грязь, лужи, ты все равно знаешь, что вот режиссер сказал, камера, и они стали все двигаться. А до этого там стоят люди, специально воду наливают, специально там дым насеивают. И вот такие вот искусственные фильмы мне не нравятся. Например, в русском синематографе все сериалы и все русские фильмы, они так сняты. Они все вылизаны вообще до невозможности. И этим самым человек не может проникнуться фильмом, понимаете? И вот в трейлере я вот это и увидел. И не знаю, нравится мне это или нет, скорее всего нет, но я надеюсь, что фильм по сюжету будет обалденный. Потому что люди все говорят, как отлично сыграло, что Николь Китман, что вот этот человек, вот этот вот мужик. Я его, по-моему, нигде раньше не видел, но его зовут Колин Фёрд. Я не знаю, кто такой, что. Фильм идет 106 минут. Будем смотреть. Будем смотреть. А, и кстати, судя по трейлеру, может быть, они мне даже уже все заспойлерили, он каким-то образом в конце находит того человека с Вьетнама, кто над ним издевался. По-моему, по-моему. Зря они, наверное, это в трейлере показали, но да ладно. Офигенный диск. Красивый диск, вообще вы не представляете, как он прикольно блестит. И офигенная гладкая поверхность. Surface, хотел сказать. И здесь опять у нас есть переворот, чтобы избавиться от вот этого вот 12 лет лого. Вот так вот теперь уже красота. Буду смотреть, буду смотреть. Не смог пройти мимо, потому что, повторюсь, блин, эти оценки я прям офигел. Так что, три фильма у нас на сегодня. И, в принципе, на этом все, ребята. Сегодня у нас было, значит, Call of Cthulhu для Xbox One. Также у нас было Devil May Cry HD Collection для Xbox One. Для Xbox 360 Grid Autosport. Для Xbox 360 Bamba Flame. Две части Dark Souls, то есть Dark Souls 2 для Xbox One. Dark Souls 3 для Xbox One. Две версии Формулы 1, если это можно назвать, версиями. Две разные игры, то есть Формула 1 2015 года. Формула 1 2016 года. И три фильма. Это Railway Man, то есть Возмездие. Это Монстр. Офигеннейший фильм. И Что скрывает ложь. Офигеннейший фильм. Так что, на этом, ребята, это видео заканчивается. Сегодня у нас было 11 айтемов. Плюс я вам еще показал немножко айтемы, которые к этому видео вообще никаким отношениям не связаны с этим видео. Ну, окей. Может быть, кто-то из вас подумает, что, блин, опять часовой видео. Да, ребята, я посмотрел, повторюсь, те два видео. Я там как это торопился. Думал, зачем? И ни мне не интересно, ни вам. Потому что я пытаюсь укластывать эти 40 минут. Ни фига. У меня такие видео, что они заканчиваются тогда, когда я все сказал. И, в принципе, это хорошая, знаете, нотка, на чем можно закончить видео. И, в принципе, я сказал все, что хотел. Всем привет, кого знаю, ребята. Давайте, надеюсь, увидимся, не знаю, в конце месяца. Кстати, в конце месяца я хочу взять кое-что, не связанное с играми, но с игровой тематикой. И, если кому интересно, я вас жду на следующем видео. Давайте, всем пока, ребята. Чао. Пора закругляться.